Жителям республики, достигшим 70 лет, будут компенсировать взносы в фонд капитального ремонта. Для того, чтобы эта льгота заработала, в Якутии необходимо внести соответствующие изменения в республиканский закон о капремонте. Подробности у Сарголана Захаровой. Взносы в фонд капитального ремонта и еще одна статья расходов в семейном бюджете. Сегодня он составляет в зависимости от площади жилья в среднем 200 рублей в месяц. Для одних эта сумма покажется незначительной, но для отдельной категории граждан – ощутимые расходы. Мы только на одной пенсии живем. Конечно, это ощутимая сумма. Старше 70 лет людям, наверное, сложно выживать в таких условиях. Конечно, дороговато, во-первых, людям. Пенсионерам особенно. Для большинства неработающих пенсионеров, как известно, каждая копейка на счету. И платить за ремонт, который они могут и не застать, кажется бессмысленной тратой. Ведь подавляющее число домов стоят в очереди на капремонт в перспективе 20-30, а то и более лет. В связи с этим глава республики Егор Борисов дал поручение депутатам от фракции «Единая Россия» разработать законопроект, который бы защитил интересы пенсионеров. Законопроектом предлагается установить компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в общем имуществе многоквартирных домов для одиноко проживающих, неработающих собственников жилых помещений, достигших возраста 70 лет в размере 50% и 80 лет в размере 100%. А также все, у которых в составе семьи один из непосредственно проживающих достиг 70 или 80 лет соответственно. Законопроект уже прошел первое чтение в госсобрании Ильтумен, однако, чтобы он вступил в силу, нужно время. Речь идет не об отмене, не об освобождении от взносов на капитальный ремонт, а именно о компенсации понесенных затрат в виде субсидий. То есть все граждане, которых касается данная льгота, обязаны продолжать оплачивать взносы на капитальный ремонт. В дальнейшем им будет произведена компенсация, продолжать оплачивать взносы необходимого избежания начисления пеней и начала претензионно-исковой работы. Таким образом, необходимая сумма в любом случае поступает в фонд, а компенсацию населения выплачивает уже государство. Специально для этой программы ежегодно будут предусматривать порядка 4-5 миллионов рублей. Отметим поправки существующий закон о капремонте уже приняли на территории Московской области, в числе первых и нашей Якутии. Саргалана Захарова, Юлия Михайлова, Василий Слепцов, НВК САХА, Якутск.